13 июля ушел из жизни Анатолий Тихонович Спицын, доктор экономических наук, директор Института стратегических исследований интеграционных проблем Евразес. 20 лет своей жизни он посвятил работе в Северном Казахстане. Участвовал в развитии водоснабжения, строительства и электрификации. Анатолий Спицын был почетным гражданином нашей области и почетным профессором из КГУ. Каким его помнят коллеги и друзья, расскажет Алена Хан. Коллега, товарищ и политический деятель. Так говорит Александр Липовой об Анатолии Спицыне. В Североказахстанской области он проработал 20 лет. Сначала преподавал строительство, вел активную общественную работу. Потом его избрали вторым секретарем горкома Комсомола, затем первым. А после окончания высшей партийной школы в 1972 году стал заведующим отдела строительства обкома партии. Он принял активное участие в этих крупных проектах водоснабжения, дорожное строительство, энергетика. Энергетика первой области сплошной электрификации с широким внедрением электроэнергии в сельскохозяйственное производство, отопление всех жиротоморческих помещений, МТМ, жилых домов, школ, больниц. Все было приведено на электрическое отопление. А когда в Казахстане образовалась Тургайская область, Анатолия Спицына направили туда секретарем обкома. Курировал вопросы промышленности, строительства, городского и коммунального хозяйства. В 1987 году переехал в Москву. Был заместителем руководителя кафедры экономики народного хозяйства Академии общественных наук. Именно в то время он стал заниматься научной деятельностью. Поддерживал и развивал связи между Казахстаном и Россией. Мы потеряли, конечно, большого друга Казахстана. Не только политического деятеля нашего североказахстанской области, но и политического деятеля Казахстана, поскольку он очень тесные связи держал с наукой Казахстана. И вот внедрение в РЗС – это то, что предложил Назарбаев. Актуальные проблемы современного мира в политике, геополитике и экономике. Тесная взаимосвязь соседних государств в решении этих вопросов. Такие темы он поднимал на своих лекциях в Североказахстанском государственном университете имени монашу Кузыбаева, когда приезжал в Петропавловск. Его любили слушать не только студенты и магистранты, но и преподаватели. Это был действительно, как я называю, академический ученый, потому что он всегда, говорю, просто, доступно. Ведь по-настоящему ученый старается, каждому, даже неподготовленному человеку объяснить так, чтобы он понял, чем занимается эта наука. И вот ему как раз это удавалось. Анатолий Тихонович опубликовал 170 научных работ, в том числе 12 индивидуальных монографий. Под его научным руководством защищено 15 докторских и 42 кандидатских диссертации. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК.